Мы посмотрим себя со стороны. Я тут Алексей. Проект называется «Школа начальников отдела продаж». И если коротко, по сути, она из себя составляет, что мы набираем людей, которых будем первый период времени обучать, продавать, как товары, так и услуги. На втором этапе мы будем обучать их, управлять теми, кто умеет продавать. И третий этап мы уже будем обучать, как управлять теми, кто умеет продавать. И так же, как продвигать компанию вперед. То есть уже маркетинг, продвижение и развитие в том числе. Это что касается проекта. Мой проект завязан старший, наверное, с проектом Марии, потому что основные люди будут приходить оттуда, через проект «Молодежные новинки управленцев». И это один момент отбора, поэтому мы его просто решили. Такой момент, как сделать работу в этих леях более интересно, чтобы у них была больше мотивации. не только мотивация «хотеть», но еще мотивация «хотеть» и «делать». Это, наверное, основной вопрос, который у меня встает. Может, поговорить, «иди туда, делай то». Но если есть внутреннее желание, то это происходит на него проще, быстрее. И вопрос, как это задать, как это контролировать, как поджигать это пламя. Можно такой вопрос задать? Тебе сам проект чем интересен? То есть в чем ценность проекта для тебя? Для меня ценность проекта в том, что я сейчас как раз хочу развить себе навык именно управлять коллективом людей. Сильно такой управленческий, не знаю, административный ресурс себе выработать. Потому что вот этот вопрос, который заключается, мотивация «хотеть, но идею делать», она и мне близка. У меня сейчас же так складывается, что я знаю, что могу делать, и я знаю, что есть много возможностей. Но иногда нахожу причину, чтобы этого не делать. Вопрос, где искать этот волшебный пентель, который будет двигать вперед. Для себя или для... Для себя, но параллельно, трансировать это и туда тоже. Потому что если я могу для себя отрицать все, то я с ним смогу отрицать все просто там. Хорошо. Есть еще одна штука, про которую я не сказал, и я про нее сейчас скажу. Когда ты формулируешь в «Удейной поддержке», когда ты формулируешь вопрос, если у нас идеи не поперли, то это означает, надо сделать две вещи. Либо вопрос сузить, либо расширить. То есть, либо он очень узкий, либо он очень широкий. Так а в чем идея наиболитетушка важна? Как мотивировать людей? Да. То есть, нужно накидать идеи, чтобы мотивировать людей? Накидать идеи относительно того, как построить, я правильно ли понял, школу, чтобы люди, которые туда приходят и обучаются продажам, делали это с радостью, удовольствием и энтузиазмом. Я бы даже снял акцент на вторую часть, как они, чтобы это делали, с радостью, удовольствием и энтузиазмом. Потому что, как построить, мы, собственно, знаем. То есть, у нас уже, ну, это уже в процессе. Просто, да, как для того, чтобы было им интересно, как там зажигать, как их, не знаю, чтобы им было интересно это делать. Чтобы не просто я делаю, потому что, ну, там, я должен это делать, там, пришел с девяти до шести, работа в офисе, пришел, сижу. Чтобы было, и ответить это делать. Просто, наверное, если более узко, что вас мотивирует? То есть, когда были такие случаи, когда вы там знали, что что-то нужно делать, но не хотелось, а потом что-то в себе там нашли, как тумблер включили, и понеслось. Возможно, вот. Есть такие вещи. Первая вещь – это отсутствие денег. Самый крутой мотиватор. Правильно? Забрать участников деньги. Идея тогда как выглядит? А идея очень простая. То есть, найти тех, которые не имеют денег у котят. Да, то есть, ну, заработок больше денег, естественно, больше средств. То есть, да, найти тех, правильно я понял, то есть, идея в том, что найти тех, у кого мало денег, чтобы они их могли заработать. Как минимум, да, я думаю. О, пиши, пиши. Я бы понимал, да, следующая идея, следующая идея, я бы понимал, бы и вдохновился, если бы я точно увидел, что то, что я делаю, в конечном итоге, ведет меня к моей мечте. То есть, к моей мечте, к чему-то для меня, действительно, важному по жизни. Да, конечная, наверное, картинка, как-то, что-то будет. Да, если я понимаю, что я прохожу эту школу, и я получаю такое, что я делаю следующий шаг, следующий шаг, а вот там, вот там для меня вау. Я говорю, деятельность, меня к мечте. Надо просто понять. Да, тогда следующая идея, помочь людям, помочь людям на каком-то этапе, определить, почему им важно быть на этом тренинге, и в чем может быть их мечта, что их вдохновляет, что их вдохновляет в жизни, и как поможет им тренинг или школа двигаться. Понять, что такое мечта. Какая у них... В отделе продаж? Да. Нет, какая у них мечта, и как вообще, и как прохождение школы помогает им двигаться, пишет мечты. Если речь идет именно о прохождении, о прохождении школы. Есть еще одна штука. Обычно, вот если про радость и энтузиазм, это хорошо заводит соревнования. Если обучение выставлено в таком виде, что в интересное, увлекательное соревнование, ну, скажем так, в экологичное соревнование, бывает не экологичное соревнование, а бывает экологичное соревнование. Это когда я вижу, где я, я оцениваю себя относительно остальных, у меня есть амбиции быть первым, и тогда у меня появляется такая вот драйв, такая вот энергия для того, чтобы... А можно ли себе вопрос такой? Конечно. Вот почему тебя лично не мотивирует быть успешным, я не знаю, начальником продаж или не сам? Ну, я не знаю, то есть по ощущениям, как-то вяло. Звучит вяло. То есть, каких-то огня нет. А экспертную поддержку не просили. А, ну, извините, я забыл, что это идейная поддержка, да, простите. Вот, насколько я знаю, отделы продаж, они по двум принципам строятся. Один, это когда людей очень четко контролируют, то есть, вплоть до того, что они там ходят по магазинам, например, если не распространяют, да, по магазинам, и должны приносить их магазинам чеки как доказательство того, что они были, да. И есть другая ситуация, когда есть, ну, варианты мотивации, которые, ну, как это, совпадают с личной мотивацией этого человека, и тогда у него также какой-то, ну, более личный интерес присутствует, да. То есть, вообще, как ты видишь, основные направления, в которых нужно работать, потому что это же очень такая практичная, да, тема отдела продаж. Потому что есть элемент мечты, вот какой-то элемент мечты сделать практичным, именно при именимах отдела продаж. А еще вот радость и энтузиазм и энергия появляется в свободном, в открытом пространстве. То есть, соответственно, идея в том, чтобы то, что ты делаешь в школе, то, как ты обучаешь, это в каждую секунду обучения, это открытая свобода для человека. Он понимает, что его не ставят в узкие рамки и пинают ногой. Он понимает, что у него есть эта свобода. Отсутствие рамок. То есть, если мы говорим про радость и энтузиазм, внутреннюю именно радость и энтузиазм, то она возникает именно вот в эти вот, да, классно. Отсутствие рамок. Такого жесткого коридора, как раз. Жесткий коридор. То есть, если тебе скажут, улыбайся, давай, сейчас будет радостный. То есть, в этот момент и улыбки и радости. То есть, речь идет о свободе, о таком пространстве свободы. Тут обратно фиг, да, есть свобода, можно там чего-то не делать. А вот тут, да, это уже искусство. В этом-то и заключается искусство. Ну, призы, подарки. То есть, как бы, если тот, кто выиграл, получает приз, подарок, приз, подарок. И призы, подарки могут быть двух видов. Может быть, приз, подарок на статусность, первое место и оповещение об этом средств массовой информации. может быть, подарок конкретно устройства на работу или автомобиль, Mercedes. Коллекция, личная коллекция часов. Дорогие. по-моему, ощущение, что это все очень здорово, про подарки, про пикера, это все очень интересно для... Не оцениваем. А, прошу. Хорошо, ладно. Это в том, что если ты можешь сузить или расширить... это вопрос. Да. Просто у меня там вторая деятельность, она тоже с ней связана и интересна мотивация именно женщин. Любовь. Пиши. Как это связано, наконец? Любовь. Любовь почему? Любовь. Если женщина, значит, любовь. Как может быть женщина без любви? Любовь. Легче не стало. А вообще вопрос такой, когда мы что-то продаем на пользу для людей, приносим как-нибудь? Или мы продаем что-то бесполезное людям? Вредное. Вредное. Я вам это продам, а еще продам улыбку, да? Вопрос идет не о паре, ванее, а именно о путовое творение потребности. Ну, значит, надо и мотивировать радость решения проблем других людей. Или мы этим не мотивируем? мотивирует радостью решения проблем людей. Правильно? Правильно? Правильно. Интересно тогда продавать, когда люди разбираются в том, что они продают в этом объекте продаж. И когда у них есть обучение, то есть, это вино, они все про вино знают, если это чьи, то они все про чьи знают. Только схема, по которым продажи идут. И тогда интересно работать с заказчиком, потому что ты не только приходишь и говоришь, что у меня такой человек по такой цене. Хорошо. Мотивация стать интересным продавцом. Да, да, да. Человеком. А еще умение налаживать отношения с людьми, конечно же. Чего должен обучать начальник отдела продаж своих учрежденных, это умение найти общий язык с любым человеком, который отвечает за закупки в том или ином магазине, в системе магазинов. С этим реальным механизмом, который в нашей жизни есть, типа откатов. Есть мечта, есть откаты. Но в России это неизбежно. Да, да, это неизбежно сочетать. Творческий подход такой. На развитие вот этой идеи, что вообще дать обучение человеку, это все загадка. А как он устроен, о чем он думает, это загадка в жизни. А для женщин важны, извините, перебила, красивые глаза. Да, а еще глаза. Можно приписать после же любовь. Да, любовь и глаза. А улыбка? Улыбка, это все вместе, это опыт, да. Его можно развивать бесконечно, чем можно привлекать на женщину. Красивые глаза по колонкам. А это уже сам дополняет. у нас задача дать идею. Ага. Хорошо. Я же хочу. А у нас какого-то полезного это уже дворядец. он, короче, хочет обучить молодых людей продавать. Что? Продаж. А вопрос в чем? Что же мы хотим у тебя помочь? Как мотивировать молодых людей? Да. Продавать. В обучении. В обучении, ну как позвать красивых девушек. Не замужних. Очень хорошо. Ну не обязательно. Высовку организовали. А, кстати, да. Ну правда, главное. Чего работают? Неизбежно. Можно тренера сделать красивой девушкой. Тренер будет один, понимаешь? Только работает как раз. А как раз там в роде девушек появляющих к этой деятельности. То есть она там мужчина, да? Позаводка вся. Красивых мужчин и женщин. Тусовка. Красивых мужчин и женщин. Гейдерное равновесие. Сейчас потом разделение на мальчиках и девочек отдельно. Это разное дело. Будет ли соревноваться в результатах? Да. Если девушка ответила правильно на вопрос, она снимает, а мужчина одевает. Это уже жесть. зато энтузиазма будет. Хорошо, хорошо. Хорошо. Да, энтузиазма мужчин будет много. Продавая. Все, что угодно. Так, хочется ли тебе расширить или сузить вопрос? Или консенсировать? Или углубить? Я так понял. Вопрос звучит как мотивировать молодых людей продавать. Правильно я понял? На обучение. На обучение. Это понятно. На обучение или на продажу? Чтобы они были в проекте, чтобы они не делали результаты. Во-первых, еще должна быть естественно какая-то реклама или PR, что продавать это модно, это круто и вообще как минимум это должно задеть. Да, показатели дающие еще конъекты. что вот такой-то такой-то вещь он добился только продажу не прокатываешься, он сейчас супер. А что-то большее? Это искусство. It's an art. Прямо продающая история успеха. И несколько таких мощных, красивых. Все это призванивается. Продали? Еще кто-нибудь чтоб вышел и по себя рассказывал. У тебя ну, что сопровал. какая-нибудь реклама я умею продавать. А, пригласить человека, который расскажет свою историю успеха. То есть подготовить или прям пригласить. А есть еще пару фишечек таких расскажет своих внутренних. Мотивировать на создание собственного бизнеса, что без продаж создать невозможно. Очень сложно. Если кто-то хочет продаж и бизнес. Не продаж рекламировали, а собственники рекламировали. Искусство хорошо. как он стал успешным предпринимателем за счет меня продавать. Можно сказать, что это основа бизнеса. Провести тотальное тестирование на продажу или чемпионат продаж. по завершению провести чемпионат. на входе прям. Может что-то типа монополии можно сделать. Типа монополии. То есть когда всем дается какое-то количество продавать. и они не давать другим продавать. Ну да, интересный вариант. У кого больше всего будет продано. Ну да, как результат, чтобы это оценить. Может какие-то баллы, а можно такую как продать одна из высших пилотажей это продать идею. Можно устроить чемпионат по продаже идей. И между самими, между ими же, где они же сами и определяют победителя. Это идея к чемпионату. А еще привлечь на свою сторону кого-то, чтобы они за него подавали. Поиграть в интернете социальных сетях. Поиграть в социальных сетях. Ну, реально вестить какую-нибудь рекламную кампанию внутри социальной сети. Посмотреть у кого больше голосов будет поклонников. Можно на улицу предложить пойти продать. Соревновались в соцсетях? Да. Сейчас же продажи не только онлайн. Ну, в принципе, в передовых направлениях. В принципе, интересно. А у тебя такой основной момент это имя набрать группу, чтобы обучать, да? Это не вопрос. Не вопрос, сделать программу интересную. Снимать это все на видео, в конце сделать кино, и в зависимости от победителей побольше показать. А это кино показать по телеку. Можно снимать видео. И, кстати, продать потом видео за большие бомбокки. Это отдельные нефтяные. Но, если получится, не мешает. придумать красивое название проекта. Образное, чтобы было понятно, что за нефтяное. Поэтичное. Возможно, да. Шноб достаточно хорошо. Ну, непонятно. Ну, что ж, Алексей, твои 20 минут завершились. Что было ценным для тебя? Сейчас. Какая идея особенно отозвалась? Самое интересное, самое сложное это работать со своей мечтой в рамках данного проекта. Очень сложно понять, что человек мотивирует. если ему интересны деньги, то один момент. Если ему интересны отдых, если ему интересна тусовка, то это третий момент. То есть, все остальное нужно больше за двух. А пункт в основном разбит. Кто лучше всех продает? Кто лучше всех, продает? Кому интересны кто? Я в смысле как специалистов обращаю. Кому деньги, тусовка или что-то? Понял вопрос. Кто лучший продажник из этих людей? Я, честно говоря, еще больше не знаю мотивирующих. Я, по крайней мере, услышал три, у нас еще там есть какие-то, которые вы нам не сказали, а идея. Что за идея? Идея. Хорошо. Идея. Интересно разбить надпись идеи, а ей не ровно. Потому что я считал, что это цель, и это просто пусть ее достижения, поэтому может правда найти без смысл того, сказать людей с такими конкретными мотиваторами. Уже понимать, что их нужно ожидать. Ну что ж, спасибо тебе за проект, с вами тебя поддержим. А, там же секс как-то это. Проиграй, что не отменял. Вот он оттуда. Ну что ж, листочек твой. Перед тем, как Мария, ты следующая, и у нас пришедший гость, и у нас опоздавшие тоже рассказывают о себе. Короткую презентацию. Классно. Камера выключается. Еще одна рекомендация. Как включился на дом, ты ее на стену повесь, рядом кровать, мой эффект был. Каждое утро будешь вставать и смотреть. До ссылок. Сейчас пробивает до ссылок. А еще учить продавать на английском языке, это очень круто. Что учить? На английском языке. Вау. Это круто. У нас дефицит продажников. Вот, написали. Очень большой. Вообще на иностранных языках и немецкий тоже. Ну да, Европа есть наш клиент. Вот, куда у меня англит. Китай это сложнее. Я еще интеграция, совместный проект. Я еще продажу на английском. Дополнительный обалдеть. Вот если кто на английском просто будет продажник. Меня зовут Женя. Я сегодня все время ну, вот, я сегодня передвигаюсь необычным способом. Попадаю в необычные места сначала. И что еще? Вот. Обычно я делаю школу социального предпринимательства Новосибирска Новотерга. что-то еще и что-то еще. А, про совет Клуб Сибирь 2030 тоже я делаю с товарищами. С какой целью вы здесь? Здесь, ну, я, с одной стороны, не знаю, что мы партнерски вот терим, включаем вот систему Новотерра, как одну из площадок, один из сервисов для участников. А, с другой стороны, у меня всегда много проектов, я их делать не успеваю, хотя бы рассказывать буду. Шикарно. Шикарно. Так, ну что ж, Мария, ты готова? Угу. Тебя снимать? Можно?